Армяне США выставили себя на посмешище, НЧ требует от Байдена наказать госдеп за шушу Интересно, что еще должно произойти, чтобы армянство перестало чувствовать себя центром вселенной Армянство по сей день продолжает переживать автершики от победы Азербайджана в 44-дневной войне Прошел почти год, а в диаспоре все истерят и ищут выход для накопившихся раздражения и злости И в большинстве случаев делается это традиционно неадекватно На Азербайджан, освободивший свои земли, льются потоки лжи и клеветы, в соцсетях распространяются провокации и фейки Это отвратительно, но к подобным выходкам соседа мы уже привыкли Неадекватные методы армянского агитпропа приучили нас ничему не удивляться Однако, даже мы, привыкшие ко всему, прочитав ниже следующую новость в армянских СМИ, пережили легкий шок, перешедший затем в хохот Армянский национальный комитет Америки, Энче, сообщают на полном серьезе армянские СМИ, призвал расследовать системные неудачи государственного департамента США в региональной политике страны и двусторонней политике США Армении Председатель Энче Рафига Мбарян направил указание председателю комитета Сената по международным отношениям Роберту Мениндесу, главе комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса Грегу Миксу и другим лоббистам членам Палаты представителей с требованием расследовать неудачи в двусторонних отношениях США и повторяющиеся провалы в региональной дипломатии во время, да и после сорока четырехдневной войны, а также во время продолжающейся оккупации суверенных территорий Армении Вот что требует расследовать армянство Америки, почему вновь не применяется 907-я поправка, почему никто не наказан за запчасти к байракторам, почему Турция, якобы поставлявшая нам террористов, все еще на свободе, почему Там много всякого, в том числе якобы применение Азербайджаном запрещенного оружия, удерживание пленников, которые на самом деле являются диверсантами, и прочее Стандартное бла-бла-бла, не заслуживающее внимания Это претензии больше к провалившему заданию лобби в Конгрессе, которое еще будет не раз выпорото и наказано рублем А вот дальше идет самое интересное НЧ требует расследовать неудачи американского сопредседателя Минской группы ОБСЕ с точки зрения неадекватного представления интересов США в деле мирного урегулирования статуса Карабаха и вопросов безопасности Тут возникает ряд вопросов А что у американского посредника было такое задание? США участвовали в переговорах с конкретной целью добиться отделения Карабаха от Азербайджана Имелся такой заказ от армянства, и поэтому оно позволяет себе говорить о неадекватности американского сопредседательства Это далеко не риторические вопросы Армянство также возмущено тем, что штаты в лице Госдепартамента не предупредили Армению о возможном нападении и не помешали Азербайджану победить А что должны были? Не знаем, как у вас, а у нас после ознакомления с претензиями армян к США возникает стойкое ощущение, что это претензии заказчика, получившего не тот товар, за который было уплачено Армянство рассчитывало на содействие против Азербайджана из-за океана в ответ на свою помощь на выборах Ведь армяне на полном серьезе уверены, что это они назначили Байдена и забанили Трампа, что их голоса определяют будущее штатов и политику Белого дома, что они дергают за ниточки, подсаживая в администрацию своих людей Определенные успехи в Конгрессе, благодаря сидящим на крупных гонорарах лоббистам вскружили диаспоре голову, и армяне стали думать, что американская политика вертится только вокруг них Надо сказать, что такое искаженное представление создавали и создают у армян сами американские политики, желающие использовать голоса и деньги диаспоры Почему бы и нет, если армяне используются в подобных унизительных целях уже не одно столетие? Чем Америка хуже, то и же Россию Десятилетиями в ходе избирательных кампаний в США происходит одно и то же, выборы армяне, обещания голоса, победа, амнезия, обида, и так по кругу Правда, Джо Байден все же признал обещанный геноцид, чем избавил своего последователя от назойливых приставаний армян Думается, в следующий раз избирательная кампания в армянонаселенных штатах страны будет строиться на обещании отобрать у Азербайджана шушу Кстати говоря, карабахская тема уже в ходе последних президентских выборов находилась в центре предназначенных для армянских ушей агитационных речей кандидатов Дональд Трамп в разгар сорока четырехдневной войны обещал армянам все решить И все проблемы, которые там есть, смерти, бои и прочее, мы это все решим Я это считаю простой задачей Идите и скажите это своему народу Армении, почему бы и нет Это легко, если знаешь, что делаешь Цитировали Трампа мировые СМИ В свою очередь, Джо Байден строил свою работу с армянами на критике Трампа Дескать не способного приструнить Турцию и заставить ее держаться подальше от этого конфликта Что должно было означать, что в случае его избрания он, Байден покажет Анкаре ее место И будет она у него ходить по струнке Тогда все это прозвучало для армян убедительно, но не прошло и года И в июне на саммите НАТО в Брюсселе Байден с Эрдоганом встретились и, по словам президента Турции, открыли новую эру в двусторонних отношениях на позитивной и конструктивной основе Армяне поняли, что у Вашингтона совсем даже не такие длинные руки, как им было обещано, и почувствовали себя обманутыми За что же тогда платили, если подрядчик ни на что не годен, этот немой вопрос звучит в требованиях Энче Многие годы и огромные средства ушли на лоббирование своих интересов в США Америка должна была стать локомотивом решения армянского вопроса в нашем регионе Для этого скупались оптом конгрессмены, политики, журналисты Но как выяснилось, все это были просто частные лица А кандидаты в президенты, вступая в должность, откладывали армянские интересы как противоречащие национальным интересам американского народа И теперь ничего кроме истерики Энче не остается Кроме неадекватных требований расследовать деятельность Госдепартамента, не соответствовавшую интересам армян и Армении И смешных попыток призвать Вашингтон к ответу за то, что штаты не помешали Азербайджану победить, освободить свои земли, успешно штурмовать Шушу и так далее Вся проблема армянства в том, что оно никак не может избавиться от мании Центра Вселенной и осознать, что является просто орудием и средством достижения цели А инструменты после использования убирают в дальний ящик и забывают о них Пока снова где-то что-то не потечет и не отклеится